здравствуйте дорогие друзья с вами живая среда эта порода обросла всякими противоречивыми историями но владельцы американских бультерьеров знают насколько это дружелюбная жизнерадостная и компанейская собака у нас сегодня в гостях кристина кочетова кристина здравствуйте мы сегодня попробуем разобраться в этой породе потому что действительно очень много у людей вот этих шаблонов что эту собаку нужно бояться что у нее устрашающий вид вот эта маска это всего лишь маска да вот это вот на морде вот у этой собаки хотя история этой собаки очень интересна мы поговорим о ней в дальнейшем а сейчас познакомьте нас вот со своим питомцем ее зовут адельда шанталь она приехала к нам из города барнаул там нашли заводчиков да именно вот чтобы беленькая была у нее отец беленький мама беленькая тоже с моноклем идут вот этот вот глазик такой зря их называют белоснежными аристократами английскими да кристина ну вот давайте расскажите нам все-таки почему такая симпатия мне кажется где-то есть предыстория почему вот вам понравилась эта собака потому что на сегодняшний день я кажется это редкая собака да вангарске у нас их очень мало может штук пять-семь где-то так вот с этой собакой мы все знакомы с детства с данной породы то есть у меня у мужа была собака девочка звали ее рона во дворе мы с ней игрались и все и полюбили эту породу и давно мечтали история вы мне немножечко рассказывали как появилась вот та собака которая самого детства была блажь какая-то она участвовала в боях так то есть ее с мой свек разобрал к себе потому что стало жалко потому что посчитал что недопустимо чтобы собаки участвовали в таких вот так сказать нелегальных таких да кровавых вся была в шрамах она бедненько но при этом она была очень спокойная она спокойно оставалась с нами с детьми всегда была дружелюбная потом принесла по тост и естественно мы оставили они еще щеночка себе конечно так что вот с детства самого детства вы были знакомы с этой породы поэтому и захотелось вам в дальнейшем мечтали давно такой собаки что у нас есть и дома еще юрширский терьер живет это первая собака на которую мы решили всегда но все же мысли возникала такая что нужно посерьезнее собаку завести яркий пример того что вот маленькая собачка абсолютно спокойно уживается вот таким очень крепышом да да очень спокойно при этом наш юрик он главный в семье он сразу показал что вот я хозяин ты в моей стае все я не хорошо очень дружат играются вместе ну давайте немножечко правда нашим зрителям расскажем о истории этой породы да потому что она такая неоднозначная абсолютно средневековье началось сюда до девятнадцатом веке начали выводить эту породу выводили конечно специально для боев такую я хочу немножечко рассказать о том что вообще средневековье это было очень модно да то что были бои собаки с быками это такие были зрелища кровавые но еще в те времена это все существовало и потом в дальнейшем 1835 году был запрет о том чтобы прекратите делать вот эти вот вещи и потом уже началась вот селекция по-моему англичанин англичанин до джеймс хилл начал выводить данную породу он еще хотел чтобы она была белого цвета то есть он добивался этого окраса именно и все и она всем полюбилась вот именно что вот белый бультерьер так сказать с иголочки хотя ты получил дальнейшем название белый кавалер потому что у джентльменов это считалось и как аристократично красиво эстетично и в дальнейшем они уже стали компаньонами то есть это была собака компаньон никак не бойцовая собака но в то время хотели найти опять таки лазейку опять были те умы которые захотели чтобы уже собаки собаками дрались вот эти ямы были придуманы были скрещены ведь несколько пород несколько чтобы получить вот бультерьера это это английский был белый терьер получается бульдог и далматин далматин участвовал да то есть от всех они взяли вот эти там вот качества да то есть силу сноровку ловкость потому что английский терьер это была еще охотничья собака сама по себе да они всегда были рядом с человеком кристину давайте вот о характере расскажем какая адель адель очень активная еще своего возраста нам всего 7 месяцев куда вот очень активная такая и надо везде повсюду побывать все понюхать побегать то есть но если хотят завести такую породу то есть это надо вот именно по своему характеру что гулять часами так сказать адреналин вот этот вот выплескиваем у него были много энергии да и нужно на они очень энергичные чтобы так сказать дом был целый нужно с ней часами гулять вы маленькой и когда привезли сколько и в месяц и не было тогда она уже была как шила да да она все бегала все узнавалось игрушек целая куча у нас была так но вот по возрасту по росту по размеру это примерно вот такая будет собака или еще она еще подрастет она подрастет вширь она подрастет еще ввысь грудка подрастет мышечная сама вот это вот масса действительно очень дорогие родители крупные сами по себе то есть мы смотрели фотографии там отец а почти размером с ротвейлерами такую сам по себе массивный парень окрасов они какие бывают коричневые бывают белый с чисто белые бывают тигровые я видела даже вот тоже очень красивые рыженькие но мы всегда мечтали о белой понятно так ну вот подойдем к вопросу воспитания и дрессировка очень серьезный момент да потому что они очень упрямые очень упрямый то есть если начинаем заниматься если у нее есть настроение она будет выполнять без укоризни на любую команду то есть она с первого раза вообще понимает что от нее хотят но если настроение нету заниматься все вот она будет стоять смотреть так на тебя ну ладно хорошо я сделаю такие собаки вообще как правило работают и выполняют вот эти вот все команды узанут то есть если ты упёрта я еще упёрте да да то есть они лидеры сами по характеру и у них должен быть человек еще более старший по рангу да 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 у вас в семье вот такой вожак я да то есть не я от нее не отстану до тех пор пока вот она вот не выполнить пусть она истерит пусть она там скулит но нет все равно потому что если собаке не показать свой характер данная порода она сядет на шею будет еще управлять она сразу находит так сказать лазейку лазейку да где она может где она может там себя проявить в первую очередь то есть ищет слабые места у хозяина у нас это взгляд если я что-то запрещаю допустим пошкодить день-нибудь там поиграться побегать то все она тяжко вздыхает и смотрит на тебя очень грустными глазами что аж прям сердце сейчас она очень неспокойная почему потому что вот обстановка такая дома она дома более спокойная то есть может посидеть посмотреть телевизор и прям ну часто постоянно но здесь потому что мы еще ничего не узнали не понюхали кому дрессировкой занимаетесь вы бываете где-то на каких-то соревнованиях как социализация у вас проходит бываете вы на выставках или вот у вас чисто домашний питомец нет на выставку конечно мы уже один раз ходили то есть участвовали в щенках и в дальнейшем планируем тоже ходить на выставке на занятия по дрессировке мы ходим индивидуально то есть к дрессировщику потому что опять же в силу своего характера и нужен индивидуальный подход то есть не так как всем допустим рабочим собакам ходим на занятия к эндлеру который вот человек ставит именно для выставки собаку все на там все хорошо выполняет конечно но когда они уже становятся взрослые какие они они по темпераменту они все равно такие же очень шустрые нужно выбегаться до когда они также активны то есть даже во взрослой возрасте надо собаку в любом случае выматывать не зря на них одевает эти шины колеса чтобы она свою энергию выплеснула чтобы уже дома она была более спокойно но и среди таких собак все равно встречаются флегматики меланхолики которые постоянно спят спокойно сидят дома одни даже бывают не оставляют ни в клетках ничего вот просто целый день собака спит пока хозяин работает все по характеру абсолютно разные то есть как и у человека кристина какие сложности в уходе но мне кажется все все просто довольно таки нет какого-то особо нет ничего такого то есть мы моемся мы полностью купаемся к каждую неделю раз в неделю обязательно ну естественно после прогулки это лапки а также все в особом уходе не нуждается глаза довольно таки маленькие где не надо там особо протирать чего не говорят римский профиль да вот это интересно такое строение летом что ей нравится купаться может быть где-то в речке как зимой она себя чувствует очень зимой комфортно себя вполне чувствую то есть если они гуляем да то есть надо все равно одеть какую-то курточку чтобы была прикрыта спина животик и этого ей достаточно даже обуви так сказать никакой не надо но все равно носится у нее эта энергия выплескивается ей даже становится порожар как принимают на улице все таки вот этот шаблон он срабатывает однозначно и вот для того и существует всевозможная информация даже и наша программа да чтобы рассказать что сколько пород вообще ни одна собака не имеет изначально какой-то агрессии конечно все зависит от хозяин хозяин как вас вот видят до обидно становится что ну люди так да конечно становится обидно от того что вроде бы я я-то знаю что у меня собака ничего плохого не сделает ни другому животному не человеку некоторые есть даже у встречает и удивляются вау какая у вас порода можно погладить да и она спокойно вообще открыто идет на контакт к людям она очень любит людей данного все породы они очень человеку любив они нуждаются в энергии да они очень считывают информацию все четко понимают как человек даже вы говорите взглядом таким может до понимать о том что что хочется человека что и нравится дома 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 мы конечно играем с игрушками у нас разнообразие их любит мультики смотреть да и и самый любимый мультик тайная жизнь домашних животных мы включаем и она вот сидит и очень внимательно смотрит также она любит смотреть видео на ю тубе именно с бультерьерами своих своих сородичей узнают точно другие собаки и не так интересуют как вот именно что вот бультерьеры то есть включаем какие-нибудь веселые видео с ними все она вот прям сидит и смотрит может даже там с с ними разговаривать подскуливать да удивительно ну и с вашим вторым питомцем очень миролюбивая да она никогда не причинит никаких проблем они вместе играются вместе спят даже на одной лежанке то есть в одной клетке могут спать вместе чуть ли не в обнимку это у них спокойно все единственное что она неуклюжая но сама по себе порода такая что неуклюже они могут вместе бежать снесет и его и не зря говорят что даже не сложно оставлять в качестве няньки а вот сложнее то что она может по неуклюжести как бы толкнуть от своей неуклюжести может конечно толкнуть ребенка попасть вот то есть совсем малюсеньких детей конечно не стоит оставлять а уже когда ребенку года 4-5 уже спокойно можно оставлять и будет с ней сидеть вот на улице они могут погнаться за маленькой собачкой или за кошкой но это опять силу того что это в ней крови есть охотничий до охотничьего терьера ну она просто от любопытства может побежать может но это все опять же зависит от воспитания если собаки сказать нет она и не пойдет то есть спокойно идти рядом дальше с хозяином ну что ж кристина спасибо вам большое не будем больше нервировать вашего очаровательную красавицу поэтому хочется чтобы и наша программа помогла людям разобраться о том что это не холодное оружие нет это абсолютно собака компаньон то есть даже если захотят завести себе такую собаку кто-то уже должны быть готовы эта собака будет всегда постоянно с вами куда вы туда то есть вы на кухню она с вами на кухню если она захочет с вами полежать или посидеть и нужно прямо максимально вот прижаться к человеку да и то есть ну что ж я желаю вам чтобы вы стали воспитанными да чтобы все больше людей видели вас на улице и понимали о том что есть место каждому животному у нас здесь да где мы живем и от всей души вам желаю успеха в здоровье что вы являетесь такой поклонницей этой породы мы с вами увидимся в следующую среду до свидания салон женской одежды мисс блузы юбки платья брюки костюмы трикотаж и многое другое для создания любого образа и на любой вкус торговый дом пальмира второй этаж